Всем привет и добро пожаловать на канал Эксперианс Геймс, с вами я Скиф, мы продолжаем играть в Дот Стар Тугезер, в Соло, и продолжаем как-то жить-поживать, тут что-то пытаться выжить, и у меня было в планах потихонечку строить, как бы, стену там, поэтому мы сейчас её продолжим там строить. Тем более, после ночи это можно будет прекрасно-таки сделать, подсветку, наверное, за счёт лампы организуем, у нас очень много лампочек, которые надо в ход пустить, и что получается, так, мрамор, тут растут деревья мраморные наши, это неплохо, броня есть, что у нас по камню, кстати, камней не так-то и много, камней не так-то и много, паутины много, хорошо, конечно. Ладно, давай попробуем того, что-то, что есть, камень в дело пустить, а там сориентируемся уже, по ходу, пьесы. Так, пока, пока вот бросим, пускай светит, там посмотрим. Это что у нас получается, это не так-то много стен получается. Ага, ну ладно, слушай, сколько есть. Так вот. Не понял. А чё у меня светит? Откуда, мать его, свет? У меня лампочка так светит жёстко. Серьёзно, откуда свет? Я чё-то не знаю о своей базе. Кто у меня тут светится? Вроде бы никто. Интересно живём. Блин. А, далеко мы отойти не успели, наверное, даже хорошо. Там враги уже, я слышу, бегут к нам. Слышу, собачек. Не ты один. Давай броню сюда. Сейчас будем бороться с ними, что делать. У нас чё там, весна? Четыре дня до лета. Кстати, кстати, кстати. Нам надо бы ещё... Блин, нам сейчас, короче, надо там стены поставить и селитру запасать. По-хорошему. Потому что будет беда. Я вот не очень понял, откуда сейчас здесь свет был. Вот это, кстати, странно. Просто откуда? Так, всё, подкрепимся. И я могучий. Ну, давай. А вон уже, я вижу вас. Не менее могучих сотворят. Не менее могучих собак. Есть. У ледяных здоровья меньше. Что хорошо. Двух подач ложатся. Чейзи. Есть какой-то подмороженный. А мы и этих разматываем. Я бы не сказал, что так, чтобы уж особо сложно это было. Всё, давай. Скорей, скорей, скорей. Это всё поскидываем и бежим. Бежим, пытаемся что-то как-то там строить. И заодно нам надо селитру добывать. Это беда будет. Так. Это можно скушать, оно сейчас испортится. Где у нас зубы были? Зубов мы уже подзапасли. Ещё можно амулет поделать. Надо топливо ужаса этого добыть. Ну ладно, разберёмся, я думаю. Как-нибудь постепенно. Но пока что погнали. Здесь у нас деревьев наросло, это прекрасно. Единственное, чтобы они тут не сгорели. Также у нас тут есть могучий-примогучий улей. Где тусуется могучий-примогучий пчеломатка. С которой тоже придётся разбираться. Ну это ладно, это такое. Это дела жутейские. Я думаю, мы как-нибудь справимся. Потихонечку, помаленечку. Что-нибудь придумаем. Семечки рыбанём. Такс. Ну и погнали дальше. Ну сейчас вот тут главное собак не нагреть. Какие-то обычные дела. Всё профессионально. Вот типа так. Сойдёт. Хе-хе, котеечка опять. В ярость впал. И давай, пока что днём мы можем успеть там сколько-то стенок забодяжить, пока пчела не расчухалась. Ну, драгонфлай. Пчела, конечно же. Стрекоза там эта вся сидела. Надеюсь, ты тут не особо будешь против того, что мы тут строим. Вроде в это время суток абсолютно наплевать. Ну, скоро будет не наплевать. Такс. Да, надеюсь, вот этого нам пространства хватит. Вот как-то так. Хе-хе, собака, смотрите, влетела. Загорелась. Ладно, валим. Так, чё, насагрилась, что ли? Ага, каким-то чудом. А все с чего? Кто тебя нагрел? Собаки, что ли? Да, все, отцепились. Собаки могут, блин. Давай танкуй, Честер. Танкуешь ты у нас танк. Честер, ты не знал, но ты танк. Отлично. Ну так, с имечками. Я знаю для кого. Котейка. Подкрепись. Ну, блин, у меня лампочки портятся. Надо было их в холодоз запихнуть, что ли. Ладно, пускай в руках. И давай немножечко селитры добудем. И камня заодно. Ну, селитры, что-то я не уверен, что мы отсюда сможем. Ну, там еще и золото заодно. Ну, что-то не похоже на то. Так, значит, надо в те камни долбать. В этих камнях, походу, нет селитры. Нифига. Ладно, ну, камень нам тоже нужен. У нас там практически доделанная арена. Надо будет только запастись нормально дровами и хилками. Единственное минус у нас лето почти, что наступило. Ну, это да, это будет проблемка. Похоже, тут тоже что-то нет селитры. Что-то вообще не те камни, да? Ладно, в любом случае, камни долбить надо, как вы крути. Хотя бы... Эх, наполнить могучий живот. Давай наполним от души. Все, супер. И вот здесь вот тоже раздолбим. Такс. Вот, вроде неплохо. Мясо есть, золото есть. Камня мы еще подобыли. Так, с этим тоже вроде разобрались. Пока вроде все неплохо. Давай морковку соберем. У меня вообще с едой сейчас напрягов никаких абсолютно нет. Когда ты играешь один, а тут просто, ну, дофигища вокруг всяких урожаев, всего подобного. Нас еще очень сильно выручает то, что тут вот еще очень много ягод. Я тут что-то даже растю на своих грядках. Так, мне сейчас интересно, ночью тут опять будет эта неведомая подсветка? Откуда кто-то светит? У меня же вроде ничего на базе не светит. Или это громоотвод был заряжен, кстати, от молнии, как вариант. Он же может так светиться? Есть подозрения. Но это не точно. Можно вареников, кстати, наделать, хилиться? Тоже вариант. Почему бы нет? У меня немножечко с рассудком беда. Не знаю, вот эту штуку оденем. Она даже в ночное время, по-моему, нам будет рассудок апать. Что хорошо. Не то. Мне, по идее, надо лес вот-то понаборубать. А лес аккурат вот там вот у нас. Хороший. Погнали туда, наверное. Да. Рассудочек у меня начал лапаться. Что-то прекрасно. Заодно... Ну, блин, жди. Я еды забыл приготовить. Ладно, погнали. Немножечко еды приготовим. Не удалось мне ночью далеко убежать, короче. Дождь переключился. Так, это выключим. Поэтому пришлось под зонтик забраться внезапно. Ладно, погнали. Сейчас заодно там посмотрим, что да как. Делали лишки. Обстоят. Приходится пока что зонтиком пользоваться. Приходится пока что там машинтере побегать. Потому что рассудок немножечко просевший. Да я и выгляжу так. Такой француз. Ну, все нормально. Так, что у нас тут? Ниггер свинка живет. Куча ягоды. Ну, у меня и так уже там даже в холодильнике начинает все портиться. Потому что еды завались. Такие дела. Дожил. Дожил да я до этого дня, когда еды действительно завались. О, кстати, прикольный звук. Но, кстати, золотых инструментов было как бы... Надо было бы сделать. Я же все слова попутал. Ладно, придется обычно топориком как-то добывать стараться. Что еще у нас могут быть варианты. Подобываем, а там посмотрим, как дела будут идти. Пока рубил, блин, успел намокнуть, как не кисло. Но в целом там машинтер справляется. И пока что, ну, рассудок растет. Все нормально. Сушки тоже пособираем. Нам по-прежнему имеет смысл... Ой, ёпта. Это не очень хорошо. Мне пожар вот в этом лесу не очень-то и нужен. Давай, дровишки соберем. Окей, эти все выраем. Дабы пожар, если что, по ним как-то не распространился, что ли. Все, окей. Еще лягуха подприглась. Ладно, все, валим. Надо теперь обязательно просушиваться. Да, все, рассудок уже теперь начинает падать. Но мы можем еще немножечко что сделать. Оп. Вот так вот. Опа. На цветочках выехать. Пока что подзаполнить. И дальше уже двигаться. У меня, кстати, промокший животворящий амулет. Я его с тобой так и таскаю после битвы с боссами. Ау-ау-ау. Не знаю. Как бы молнию словить мне сейчас особо не улыбается. Поэтому погнали быстро просыхать. И лампочки иметь вкусно, наверное, скинуть. Да ё-моё, куда ты жрешь? Или жди, у меня лапочки, может, в инвентаре как-то светили? Ха-а. Я так и не понял, что у меня ночью светило. Ну да ладно. Так, подожди. Что-то скинуть надо. Да, у нас тут вроде хватает более-менее на то, что нужно. Такс. Немножечко попытаться. Я по-прежнему намокаю. Так, надо футбольный шлем, по идее, сделать, да? Тэмошендер это хорошо, конечно, но он нифига не спасает от влаги, по всей видимости. Вот так? Да. Так получше. Ну, потом тэмошендер оденем, чтобы рассудок восполнять. Сейчас главное высохнуть. Это нам позволяет аккуратно сохнуть. Дровишки жалко тратить. Надо этого дёрну на рысь. Но, в любом случае, неплохо. Так. Неплохо то, что мы высохли. Тэд давай, наверное, сюда закинем. Немножечко в готовку вложимся. Так, если не так. Да, я сразу начинаю потихоньку и грустно макать. Футбольный шлем у нас неплохо-то спасает от влаги, от лишней, которая нам не нужна. Я ещё тут чё подумал, у нас до сих пор не разведана местность, та, где может находиться мешок. Мешок Клауса. Ключ у нас от него есть, но вот сам вот мешок мы ещё не находили, кстати. Вот хотелось бы. Хотя я не думаю, что я с ним планирую прямо вот сейчас бороться как-то. Так, подожди, а у меня веер где-то был. Я ждёл. Так, котейка. Да, вот у нас тут веерок есть. Вот тут шишки есть. Ладно, сойдёт. Сойдёт пока такая камбуля. Ну и чё? Нам надо рыбу ловить. По-хорошему-то опять. Броня есть. Лесна почти к концу подошла. Чё у нас насчёт удочек? Одна удочка есть. Но этого будет явно мало. Где паутина? Благо у нас паутина просто дичайший запас. Давай пойдём ещё. Так, в комментариях советовали, писали, говорили, что в общем-то что-то порядка девятидесяти рыб, что ли, или около того, может из одной этой лужицы выловиться. Поэтому надо иметь в виду эту инфу. Господи, опять не на то жмут. Да, вот у нас лужи. А, жди, там же эти пасутся. Твою мать. Эээ. Хотя они должны быть же не особо злы. Ну, на тему того, что я вроде как истребил злых, грубо говоря. Поэтому, наверное, туда пойдём, к озёрцу, где я себе поистребил. Ночью рыбачь, конечно, не айс будет. За счёт того, что... А, тут ещё и вход. Вообще будет дважды не айс. Да, сейчас пойдёт намокание. Понятно. Да, вот глусятки спят. Вот это здоровущая мамашка ихная. Так, надеюсь, дождик закончился, да? Всё, шикарно. Пошла ночная рыбалка в дело. Ну, давай. Всё-таки я хочу драгонфлай вальнуть, поэтому надо запасаться. Отхилок намного надо. Так, господи. Почему у меня не получается? Рыбных палок сделаем. Можем ещё сделать вареньючков. И всё должно получиться. Ну, давай, рыбок сейчас 7-8 отсюда выловим. Пойдём дальше. Или 6, сколько их там. У нас тут озёрки рядом ещё есть. Поэтому мы будем промышлять рыбалкой. Так, пока что бодренько идём. Уже две поймали. Давай, так вот. Чтоб рассудок рос. Да твою мать, ну почему опять не так? Чё не так? Куда я жму? Почему я, блин, половину рыбы вообще просто спускаю как бы с крючка за счёт того, что я жамку куда-то не туда? По всей видимости. Или чё? Ладно, ловим. Такс. Давай, клюй, я уже выключу. А, походу не хочет. Просто жалко тратить. Лягушки активизировались. Давайте, лягушки. Я к вам как бы не лезу. Вы ко мне тоже не лезьте. У нас будет небольшое такое перемирие. Так, чтобы было всем хорошо. Наловил я, в общем, немножко рыбы. И тут уже просто какое-то огромное количество лягушек понабылазил. Тут ещё был батл с пчёлами, короче. Веселуха. Может быть, ещё в этом озерце чё-нибудь подловить. Знаю, чтобы у меня не загрелись. Давай. Давай ещё одну рыбинку хотя бы. Ты ж тварь, а. Ну ладно. Как знал, что не получится. Вау! Они урожай мой жрут. Ну как бы не мой, но я бы мог собрать, был бы мой. Вот гадины. Давай зонтик тоже сбагрим. Ну ладно, в любом случае 9 рыбок, плюс там ещё сделаем вареничка, которые должно хватить, по идее, для батла. Сейчас ещё брони заделаем, посмотрим, сколько у нас. И следующим днём надо уже стену достраивать, и быть может уже готовиться конкретно к битве. Я так планирую. Если всё пойдёт как надо. Всё должно пойти как надо. Так, яйца мне нужны. Лампочки. Так, семечки. А вот семечки не очень нужны. Давай рыб пока сюда закинем. Единственное, что кошару покормить. Чё у нас по броне? Чё по броне? Это важно. Так, со дна пока что тут броня. Давай. Быстренько верёвок намутим. Так, это чё у нас получается? Три комплекта. Раз. Но это маловато будет. Это явно маловато будет. Так, вот. Четыре уже комплекта суммарно. Надо вот это высадить, короче, пойти. Давай ещё два комплекта. И мы очень-очень много травы, получается, на это дело пустили. Ладно, у нас там трава ещё лежит. Всё, получается. Шесть комплектов брони. Так, травы немножечко забираем. Таким вот образом. И погнали, наверное, высадим всё-таки вот эти вот шишки уже. А то их что-то накопилось довольно-таки дофига. Им надо готовки просто позаниматься. Ну и, в частности, я уже заготавливаю всё, что нужно. Сейчас посмотрим, может ли ещё придётся на пауков идти. Потому что нам всё-таки надо нормально там заготовиться к битве с Драгонфлай. Кстати, кто не знает, как я её собираюсь убивать, есть видосик на канале по убийству. Я записывал, где в соло убивал Драгонфлай. В общем-то, та же метода. Будет использована. Надеюсь, всё будет хорошо и успешно. В любом случае, игра эта суровая, и что-то в один прекрасный момент может пойти не так. Но, по идее, я вроде бы всё учёл, поэтому надеюсь, что всё будет хорошо. Так, смотрите-ка, да, у нас тут куча деревьев. Как бы это не сгорело всё. В жару... Ну ладно. В жару надо что-то придумывать. Возможно, куда-нибудь в подземелье забуриться или ещё чего. Посмотрим, короче. Какие-то хитросплетения нам надо выдумать. Так, сейчас у меня на базе ничего, да, светиться не будет. Именно так. Ну, давай-то и светим. Плюс нам надо шапок запасти, да? Вот здесь у меня веток, конечно, эпичное множество. Что ещё у нас? Селитры есть немножко? Это всё есть. Так, это тоже есть. Шапка зимняя. Ну, вроде неплохо. Так, подожди, по камню, по камню. Давай сделаем немножечко ещё вот этих стен. Я пока не уверен, сколько их там нам надо. Но сейчас поутру пойдём ещё попытаемся доделать это дело. Давай, берём. Погнали. Надо бы уже заканчивать. У нас уже скоро-скоро совсем жара будет. И вот мне интересно, успею ли я с Драгонфлай склеснуться до того момента. Ну, ещё надо было в готовку, конечно, упороться. Ну, да ладно. Сейчас главное стену уже посмотреть, доделать. И где-то в дневное время лучше всего к ней получается идти, чтобы она на нас с лёту не заагрелась. Чтобы мы её заагрили, как нам надо было. Так, можно так приблизить немножечко, чтобы обруливать собак. Ну, надеюсь, я их обруливаю. Всё равно на маленькой карте не так, чтобы дико удобно ориентироваться. Ну, да ладно. Слишком она маленькая. Да, вот уже изменился цвет. Соответственно, значит, у нас пошло лето. Либо мы будем ждать осенью, и осенью уже с Драгонфлай бороться. О, цветочки за это зацвели. Отлично. Надо сделать, кстати, эту куртку нормальную. Или мы осужаться иначе как-то будем. Посмотрим. В принципе, у меня и вееры есть, как бы, и можно ещё что-нибудь замутить. Не думаю, что это такая проблема. Вот проблема. Что ж ты мешаешь? Такс. Всё, и потом здесь так чпык-чпык. Застроим. Можно будет бороться с ней. Нормально. Арену организовали. Собака-то отбитая совсем. Просто наглухая. Чё-то она просто любит садизм или чё? Мазохизм, наоборот, получается. Наш самый себя мучает. Так, давай мы цветочки пособираем просто. Отцепитесь от Честера. Камон. Твари тупые, а. Вот чё пристало? Ну, давай немножечко от этих цветов соберём. Вдруг я решу эту, ну, одежду летнюю замутить. То ли четыре, то ли сколько их там надо. То ли шесть. Давай шесть на всякий случай соберём. У меня, кстати, уже может перегревчик организоваться. Так, кактусы здесь. А, давай сразу так, оп. Колодь нечестно. Вольфганг именно так. Это чё-то как-то нечестно слегка. Ладно, с едой разобрались. С мягкой кактуса можно тоже сейчас в еду пустить. Так, тема шентр. Пора бы уже и снять. Даже не знаю. Нам надо сейчас что-то придумать. Ну, посмотрим. Мне VR как бы устраивает. У меня 62 градуса. 62 градуса вроде как показывают. Но что-то мне нормально. Ты сейчас по какому вообще летоисчислению? Градусы теплоисчислению работаешь? Непонятно. Ну, да ладно. Давай, Verox возьмём. Если что, остужаться отлично зайдёт. Я их довольно много могу сделать на самом-то деле. Так, и в плане одежды. Вот эта вот штука. Да, 5 цветков кактуса. Папирусы надо. Ладно, разберёмся. Такс. Ну, и ягоду надо в ход пускать, однако. А то она у нас портится. И начинать заготавливать что-нибудь как-нибудь. Хорошо. В целом всё неплохо. Как у нас дела идут. На этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всё хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok